Ну что же, настало время вспомнить ряд событий уходящего года, событий, так или иначе связанных с видео на этом канале. Раз уж 2018 начался с обзора деятельности великого русского профессора Сергея Вячеславовича Савельева, то начнем мы также с упоминания события, связанного с этой личностью. Одно из высказываний профессора, которому, впрочем, уже не один год, стало достоянием общественности. В частности, его слова о том, что дети-аутисты это очень опасные личности, ведь это именно они устраивают массовые убийства в США. Эти дети агрессивны. Вспомните, кто массово убивал тех же детей в Америке недавно? Не аутисты ли? Аутисты. Это опасные дети, с которыми нужно очень внимательно и много заниматься. Повторив эти же слова с привязкой к трагедии, произошедшей в Керчи, да-да, поставив по аватарке аутизм керченскому стрелку, он переполнил чашу общественного терпения. Возмущенные объединения, представляющие интересы аутистичных людей, создали ряд обращений, которые заставили редакцию Говорит Москвы принести извинения за эти высказывания, вводящие общественность в заблуждение и дискриминирующие целую группу людей. Редакция-то извинилась, а вот Сергей Вячеславович не очень. Несмотря на то, что он уже не первый раз делает такие заявления. Несмотря на то, что он демонстрирует банальное незнание современной классификации болезней, мешая в кучу все, от шизофрении до анартистического расстройства. От имени издательства, что продает его книги, он заявляет, будто бы его слова переврали журналисты, будто бы он имел в виду просто шизофрению, а не аутизм. Речь идет о одном из вариантов шизофрении. Даже не понимая, что проблема не в том, что он легким слогом записал целую группу аутистичных людей в разряд серийных убийц. Проблема в том, что он записывает в этот разряд любую группу людей с ментальными расстройствами. Шизофрения, аутизм, что угодно, это просто вредная, дезинформирующая общественность заблуждение. Так что плохой мальчик Савва, не получишь подарков от дедушки в этом году. А ведь мог просто извиниться, как человек, но нет, плохие журналисты и хороший профессор. Дискутировать с журналистской братьей довольно сложно, поскольку вы не можете же объяснить дождевым червям, например, что вот здесь хорошо действовать, а здесь плохо. После такого непотребства передачи, выходившие на радиостанции, оборвались. Видимо, чаша терпения переполнилась не только в общественности, но и у редакции этой радиостанции. Не обращайтесь больше на радио, говорит Москва, я там больше не работаю и никаких передач в будущем я там вести не собираюсь. Ну, хоть одна здравая новость за этот год. Говоря об упоминавшейся ранее трагедии в Керчи, когда учащийся, легально купивший огнестрельное оружие, пришел в учебное заведение и открыл стрельбу, нельзя не упомянуть, что случилась эта трагедия ровно спустя месяц после публикации видео на этом канале, где в том числе рассматривались негативные последствия и риски облегченного доступа к оружию для общества. Ряд идеологических групп тут же начали кричать, видимо повторяя риторику некоторых западных политиков, что нужно и учителям в школах раздать огнестрел. Ну, чтобы безопаснее всем жилось. Ну да, у школьных учителей ведь так мало нагрузки. Нужно на них еще и функции школьной охраны повесить, правда? Можно заодно их заставить пройти курсы сантехника или электрика. Потрясающая логика. Надо заставлять их каждые выходные ездить на стрельбище и проходить специальную подготовку. Ну, правда не факт, что это поможет, ведь процент попаданий в перестрелках даже у подготовленных людей едва ли достигает 30. Ну и что, что две трети пуль могут достаться случайным людям? Все равно нужно обучать учителей стрелять в учеников, выдавать специальные жилеты, ведь при захвате здания, где засел вооруженный преступник, силовики не очень-то будут разбираться, кто первый открыл огонь. Нужно закрывать глаза на этическую сторону вопроса. Ну и что, если какой-нибудь ученик позаимствует оружие у учителя? Подумаешь, ерунда какая. И, конечно же, не забываем игнорировать все свидетельства оружейного эффекта, когда сам факт наличия ствола рядом влияет на то, как человек реагирует на стимулы. Подумаешь, что в США проблема переизбытка оружия в обществе уже давно рассматривается как острая проблема общественного здравоохранения. Это ведь такая мелочь. Есть проблемы и посерьезнее. Давайте как двоечники, тыкающие пальцем на еще более неуспевающих одноклассников указывать на проблемы, скажем, гибели детей в результате ДТП. Нужно и всем нам перенимать все самое лучшее. Планы конспектов. Взял. Тетради взял. Флешка с презентациями. Отлично. Не забыл. Вроде все. Не забудь главное. Да, точно. Постоянно забываю. Прикончил твои блинчики к обеду. Чтобы решить вопрос насилия, давайте-ка раздадим учителям инструменты для этого самого насилия. Я бы еще и холодное оружие выдал. Да. Поддерживаю. Ведь зачем решать социальные проблемы? Проблемы стигматизации различных групп в школах, проблемы слабой подготовки школьных психологов. Просто раздайте побольше стволов. Политические фундаменталисты одобряют. Так что скажу эльфам, чтобы запаковали каждому учителю, поберите. А самым послушным подарим АК. О, дивный новый мир. Мир, где учителю нужен пистолет. К слову, об оружии. В видео, посвященном гонке ядерных вооружений, было упомянуто одно крайне радикальное идеологическое течение. Атомное православие. Всеволод Чаплин и Иван Охлобыстин в свое время подхватили мысли одного из идеологов атомного православия. И с 2006 года вполне успешно транслируют мысли о том, что у России только два столпа. Православие и ядерное оружие. Не будь у нас ядерного щита! Нас бы давно стерли с лица земли сторонники западных либеральных ценностей. Каково же было удивление дедушки, когда опять же спустя месяц после выхода этого видео, политический лидер одной из ядерных держав сделал заявление вполне в духе атомного православия. И причем встреча? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. Я бесконечно далек от политики. Мне бы за оленями успевать следить. Но, как по мне, заявление от политического лидера светского государства такого характера, ну, это за гранью добра и зла. Давайте-ка лучше о хорошем. Буквально недавно, в декабре 2018-го, завершилась эпопея с так называемым маковым делом, о котором упоминалось еще в видео 2016-го года. Или небезызвестные маковые дела, когда предпринимателей, возящих в страну кондитерский мак, ФСКН обвиняла в наркотрафике. И даже когда предприниматели предоставляли экспертные заключения по составу возимого мака, угадайте, что делала ФСКН? Обвиняла и самих экспертов, привлекая их к суду. Самая яркая из подобных дел, это дело Ольги Зелениной, женщины 57-го года рождения, возглавляющей химико-аналитическую лабораторию одного научно-исследовательского института. Она фигурант дела, заведенного ФСКН, аж с 2012-го года. А ведь Ольга Зеленина, как сотрудник научно-исследовательского института, что специализируется на сельском хозяйстве, лишь подтвердила, что не существует более тщательных способов очистки мака, и в любом случае в нем останутся следы морфиновых алкалоидов. Охренеть! Нам теперь и булочки хавать нельзя! Но у существовавшей тогда Федеральной службы по контролю за наркотиками был свой взгляд на пищевую химию. Мракобесный, бесконечно далекий от реальности, преследующий лишь собственные цели в виде лучшей отчетности, но свой взгляд. Ольге вменили пособничество. Уже только в Москве мне объяснили, что якобы письмо, которое было подписано сотрудниками института, каким-то образом разбивало позицию ФСКН, которая строила свою отчетность на многочисленных маковых делах. Позиция ФСКН предполагала, что обнаружение микроскопической примеси наркотических средств в пищевом маке позволяло недобросовестным сотрудникам ФСКН объявлять весь тоннаж мака пищевого наркотической смесью и отчитываться этой смесью как количеством задержанных наркотиков. То есть, если бы позиция института была услышана судами и прокуратурой, то вся отчетность ФСКН, можно сказать, летела бы к черту. Это дело длилось еще целых шесть лет. Шесть лет за экспертное мнение химика. Поистине адекватная наркополитика. С мертвой точки дело сдвинулось лишь после ликвидации самой ФСКН. И, наконец, суд присяжных оправдал человека, чье дело мертвой хваткой сжимало ФСКН. Маленькая, но очень важная победа здравого смысла. О грустных поражениях в наркополитике за этот год можно говорить очень долго, но одно из самых показательных случилось с фондом имени Андрея Рылькова. Чем занимается этот фонд лучше меня, скажет его глава Аня Саранг. Наш фонд работает с 2009 года, и наша миссия способствует развитию гуманной наркополитики, основанной на защите прав, здоровья и достоинства человека. Ну вот примерно этим мы и занимаемся в разных направлениях. С 2009 года. Территория, на которой вы всем этим занимаетесь, это Россия, правильно? Ну, у нас как бы есть несколько проектов, несколько направлений. Есть такой чисто проект по здравоохранению и оказанию социальных и юридических услуг людям, которые страдают от наркозависимости, употребляют наркотики. Мы им предоставляем доступ к профилактическим материалам, шприцам, презервативам, тестам на ВИЧ, направлении в медицинские учреждения, юридической помощи и так далее. Это у нас сосредоточено в Москве. То есть мы занимаемся этой социальной работой только в Москве. Но у нас также есть ряд более таких адвокативных проектов, направленных на изменение законодательства в области защиты здоровья людей и на гуманизацию наркополитики. И этим мы уже занимаемся совместно с активистами из разных других городов. На счету этого фонда не одна сотня спасенных жизней. Налаксон – это средство, которое останавливает смерть от передозировки. То есть он блокирует опийные рецепторы и опять перестает действовать. Человек начинает дышать и, соответственно, не умирает. Это очень дешевое вещество и, в принципе, никакого действия, кроме блокировки опийных рецепторов, оно не имеет. Но в России из-за того, что аналаксон производится только в инъекционной форме, он не может распространяться безрецептурно. По идее, это такое вещество, у которого нет смысла даже назначать рецепт, потому что у него нет никакого другого действия и нельзя никак злоупотреблять. Вы занимаетесь тем, что распространяете аналаксон среди наркопотребителей и их круга общения? Ну да. Мы в настоящий момент аналаксон распространяем чисто на личных началах, то есть покупаем его за свои деньги и раздаем тем людям, с кем общаемся. У вас есть какая-то статистика, связанная с спасением тех жизней благодаря аналаксону, что вы распространяете? Да, у нас порядка трех, ну, мы уже за три года, как бы как мы ведем статистику, мы, естественно, не можем там на каждую баночку прикрепить какой-то чип и смотреть, что с ней происходит. Мы просто просим людей, которым мы раздаем аналаксон, если они им воспользовались, если им удалось спасти жизнь своего друга или там кто-то спас их жизнь, чтобы они нам об этом сказали. Вот. И люди, которые являются клиентами нашей программы снижения вреда в Москве, они очень часто делятся историями про спасенные жизни. Это, на самом деле, очень крутая интервенция, ну, то есть, когда ты раздаешь прицеп для профилактики ВИЧ, у тебя нет такой немедленной отдачи, да, ну, может быть, ты предотвратил там инфекцию этого человека, может быть, нет, мы же не знаем. А с аналаксоном получается так, что приходят люди с слезами на глазах, благодарят и говорят, вот спасибо, вот мой лучший друг Васек, я его там спас от передозировки, вчера откачал, спасибо вам, без вашего аналаксона у меня бы сейчас друга не было. Ну, и вот таких случаев у нас порядка, более 700 случаев уже за два с половиной года тех людей, которые сообщили нам... То есть, которые только сообщили, 700 спасенных жизней, да? Да, это только те, кто нам сообщили, сколько их там, на самом деле, было неизвестно. Коротко говоря, если кого-то и можно похвалить за хорошее поведение в этом году, то это будут ребята из этого фонда. Однако, еще в июле этого года из-за одной статейки, распространяемой среди потребителей наркотиков, для того, чтобы минимизировать вред от этих самых наркотиков, их обвинили в пропаганде наркотических средств. И несмотря на то, что в своей работе фонд опирается исключительно на рекомендации российских и иностранных ученых, международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, вердикт виновны в некой пропаганде. При пересмотре дела в декабре 2018-го вердикт остался неизменным. Для оплаты штрафа им осталось собрать около трех сотен тысяч российских рублей. И раз уж они хорошие ребята, то, полагаю, сложно будет найти лучшего кандидата на подарок в этом году. Если вам не безразлична судьба миллионов россиян, страдающих от неадекватной политики в области психоактивных веществ, то можете поддержать данный фонд. Он нуждается в этом как никогда. Ссылку вы найдете в описании. Это будет хорошее дело в новом году. Всем здравомыслящим людям хочется пожелать побольше адекватности и терпения в 2019 году. Ведь, судя по наметившимся тенденциям, год будет не самым простым. Знаете, ваш дедушка в конце 2017-го переживал. Мало хейтерских комментариев получилось. В предыдущие годы было побольше. Но в 2018-м, я могу сказать, год был урожайный. Все новогодние подгоревшие попки не поместились бы и в часовом видео. Особенно с учетом того, что одних только поклонников Савельева за две недели набежала годовая норма. А знаете, в чем единственное различие? Если еще лет десять назад такие вещи, как гомофобия, сексизм, расизм и прочие замечательные измы оправдывались зачастую религиозной риторикой, то сегодня на место религиозных апологетов пришли иные идеологические фундаменталисты. И часть моих видео в этом году зацепила именно их. У них есть свои триггер слова и темы, свои кумиры, которые в ряде случаев вроде как имеют отношение к академической среде. А взять того же Савельева. Но Савва работает для русскоязычной аудитории, в то время как на мировой арене таких идеологов насчитываются десятки. На поверку же они недалеко ушли от своих религиозных коллег. Их заявления высмеиваются международным научным сообществом. Их работы воспроизводят лишь они сами. Их постулаты очень часто включают в себя религиозные нормы. И их этика все также близка к этике средневековья. Их поклонники отличаются не только своей массовой представленностью в онлайне, но также и крайней степенью активности. В этом году впервые на мой номер начали поступать угрозы. Так что будущие годы обещают быть очень интересными. Особенно с учетом того, что эти идеологии набирают все большую популярность. И если вам не посчастливилось оказаться в числе таких идеологических фундаменталистов, то хочу сказать вам одно. Всегда пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.